что поехали первый раздел нашей сегодняшней презентации нашего сегодняшнего семинара это знакомство с компанией что такое атоме так атоме прежде всего это все-таки млм компания очень часто люди это не упоминают потому что от вами отличается от остальных млм компаний не возьму сказать что от всех но отличается по крайней мере от всех тех которые не известны это глобальный распределительный центр это правду мало кто понимает поэтому мы не будем в нее углубляться но что такое глобальный распределительный центр global х это некий сервис который распределяется товары по всему миру который производится где-то в одном месте это интернет-магазин южнокорейских товаров высокого качества по доступным ценам вот это наверное самое основное что есть в атоме то что нужно понимать в первую очередь то что в первую очередь это интернет-магазин где каждый человек может для себя найти классный товар классного качества здесь не только южнокорейские товары так как у нас и стратегия глобального распределения центра есть продукции из других стран но более 90 процентов то есть подавляющее большинство если мы будем рассматривать корейский сайт именно производится в корее и это идеальный бизнес будущего почему мы в этом уверены потому что где еще простая семейная пара без какого-либо специального обучения или навыков смогли выйти на доход в 200 тысяч долларов в год более 200 тысяч долларов в год за менее чем за два года работы я не могу себе представить что вообще такую возможность что мы могли открыть какой-нибудь другой бизнес и добиться таких успехов большинство бизнесов которые открываются в наше время заведомо обречены на провал а из успешных моделей бизнеса все равно требуется где-то два-три года на то чтобы бизнес хотя бы в минус не уходил я окупаемость многих бизнес-проектов составляет от 10 лет и более успешных и если учесть то что более 90 процентов стартапов проваливаются то потом я считаю на сегодняшний день это действительно идеальный бизнес будущего где без каких-либо рисков можно добиться ошеломляющих результатов давайте обо всем теперь по порядку на сегодняшний день на корейском сайте atomi.kr представлены 141 продукт в разделе красота 47 в разделе здоровье 51 в разделе личная гигиена и 84 в разделе быт и более ста пятидесять 8 в разделе и и прочее примерно так выглядит ассортимент то есть это основные продукты которые предлагают атоме это продукты совместного повседневного пользования продукты первой необходимости то чем люди пользуются будут пользоваться в принципе всегда вне зависимости от экономического состояния положения стране и политического даже если будет локдаун люди все равно будут мыть головы чистить зубы и прочее учитывая то что на эти продукты которые люди пользуются ежедневно и все вот в частности зубные щетки и зубные пасты достаточно низкие цены ниже среднего определено на рынке большая часть продукции вот если брать щетки посты например магазинах стоит дорога и в этом заключается одна из главных ценностей компании то что у нас продукция действительно по классным ценам давайте поподробнее немного интернет-магазин рассмотрим эту область в первую очередь осмотрим такое понятие как абсолютная цена и абсолютное качество это лозунг компании это принцип по которому мы работаем что это значит это значит то что на рынке никто не может представить продукцию аналогичного качества по аналогичной цене то есть мы бьем всех конкурентов на рынке в нашем диапазоне качества если на рынке вы можете найти продукт который схож по качеству то он будет как правило дороже и дороже в несколько раз почему у нас дешевле давайте по порядку во первых у нас клубный интернет-магазин где и присутствует элемент бесплатной регистрации чтобы совершать покупки в атоме не нужно ничего платить дополнительного просто платите за продукт и все потому что ну это логично если вы хотите что-то где-то купить вам не нужно платить за вход правильно если вы какой-то магазин идете вы просто заходите покупаете то что вам нужно такой же принцип реализован у нас интернет-магазин реализован открыт пока в 19 стран мира и 1 айди подходит для всех стран то есть зарегистрировавшись в одном магазине вы можете совершать покупки практически во всех других магазинах исключения составляют индия китай и в некой степени корея индии могут покупать только индийцы в китае могут покупать только кто зарегистрирован в китае и соответственно в корее вы можете покупать только те товары которых нет вашей стране так свой ассортимент представлен каждой стране естественно самый большой ассортимент в корее там полный ассортимент продукции. Во всех остальных странах около 100 наименований, плюс-минус. Когда интернет-магазин только открывается, ассортимент около 50-70 товаров в последнее время, и со временем этот ассортимент увеличивается. И в этом году также планируется открытие 6-8 стран. Что значит открытие? Это запуск интернет-магазина, возможность в этой стране совершать покупки и зарабатывать деньги. Это Турция, Великобритания, Казахстан, Бразилия, Новая Зеландия и, возможно, Узбекистан и Украина. Новая Зеландия открывается уже на следующей неделе, 24-го числа, 24-го марта. Турцию планируют запустить в апреле, Великобританию, в мае. Казахстан в июне, кстати, Кыргызстана здесь не хватает. Кыргызстан планируют также летом запустить. Вот насчет Бразилии, Узбекистана, Украины пока конкретных месяцев не было озвучено, но были озвучены такие мысли, что в этом году. Ждем официальную информацию. Теперь, Atomi – это MLM-компания. И, на мой взгляд, это идеальная сетевая компания. Чуть позже, в последней теме мы рассмотрим это более подробно. Сейчас давайте вкратце. По итогам 2020 года мы должны занять восьмое место в мире по товарообороту среди всех сетевых компаний мира с товарооборотом 1,76 миллиардов долларов. Более подробно я это тоже чуть-чуть попозже распишу. Но вот восьмое место – это очень крутое достижение, учитывая все остальные факторы, которые мы тоже попозже рассмотрим. У нас, в нашей компании, безупречная репутация по всему миру. Во всем мире нашу компанию любят и признают, потому что Atomi – это очень экологичная компания, которая действительно заботится о своих потребителях, о своих партнерах, о своих клиентах. И отзывы практически безупречные. Бывают отзывы, где, может быть, маленький процент, какие-то десятые, сотые доли процента, люди чем-то недовольны. Но чаще всего, когда мы действительно разбираемся в этих отзывах, чаще всего человек, может быть, неправильно использовал продукцию. Вот за два с лишним года работы мы слышали несколько нейтральных отзывов, то, что продукция, может быть, не подошла. А негативные отзывы, когда мы в них разбирались, всегда заключались в основном в том, что человек неправильно пользовался продукцией. Ну, например, наносил спрей против падения волос и тут же его смывал. То есть это неправильно. Вот. Далее. Ориентированность на потребителя. Потому что в первую очередь в нашей компании каждый человек выигрывает как потребитель. Неважно, для чего человек пришел в компанию, чтобы зарабатывать, чтобы пользоваться продукцией, просто так пришел, его позвали или насильно зарегистрировали. Любой человек выигрывает как потребитель. Что значит выигрывает как потребитель? Значит, каждый человек получает возможность покупать классную продукцию и экономить время и деньги. Я не говорю и не утверждаю, что продукция в Атоме супер дешевая или просто даже дешевая. Продукция в Атоме продается за разумные деньги. Но почему же мы утверждаем, что люди деньги могут экономить? Потому что если человек покупал продукцию аналогичного качества на рынке, то он платил за это большие деньги. Если человек никогда не пользовался кремами, конечно, если он начнет покупать крема у нас, он не будет экономить на деньгах именно. Но на красоте сэкономит, потому что в будущем ему не нужно будет тратить большие суммы денег, чтобы исправлять что-то на красоте и на здоровье. Поэтому каждый человек, зарегистрировавшись в компании, в первую очередь получает выгоду. Выгоду как потребитель. И в компании очень четко выражены идеологии и принципы. Это помощь ближнему нуждающемуся. И то, что здесь каждый может стать успешным. Именно эти мысли были заложены при создании компании. Как создать такую систему, чтобы каждый человек, вне зависимости от опыта, от возраста, от навыков, от того, каким он является, мог добиться здесь успеха? Каким образом здесь можно добиться успеха? Каким образом каждый человек может добиться успеха? Помогая ближнему и нуждающемуся. В первый раз, когда мы начали только свой путь в компании, мы услышали такую фразу, что лидер в сетевой компании и лидер в Атоме – это разные вещи. Потому что именно в Атоме лидер – это тот человек, у которого большое сердце. Если человек действительно готов помогать, готов помогать своим партнерам в первую очередь, то он добьется здесь успеха. Потому что давая партнерам, мы в итоге потом получаем от компании. Это один из принципов, которые мы обожаем. Далее. Атоме – это идеальная сетевая компания. Потому что здесь никто ничего не может потерять. Смотрите. Во-первых, у нас одна цена для всех. Потому что, опять-таки, абсолютная цена и качество. Зарегистрировались вы сегодня. Или человек, кто добился ранга Imperial Master, находится на вершине нашей карьерной лестницы. Вы покупаете продукцию по одной и той же цене. Нет никаких дополнительных скидок, нет никаких скрытых маржей, нет никаких накруток. Одна минимальная цена, насколько она возможна. И она одна для всех. Единая. Но во всех странах цены немного могут отличаться. Потому что во всех странах разные налоги. Но в одной стране цена одна для всех. Для понимания. В целом, можно для понимания тоже понять такую вещь. Так как продукция выходит в основном вся из Кореи, цена регулируется в Корее. Устанавливается цена на продукцию. А в каждую следующую страну, куда продукция экспортируется, импортируется. А там идет накрутка. Накрутка где-то 20-30% в зависимости от того, какой НДС в этой стране. Нет никаких скрытых плат. Платить можно только за продукцию. Никто не платит за регистрацию. Нет никаких автошипов. Нет обязательных закупов. Человек покупает то, что ему нужно. Когда ему нужно? Сколько ему нужно? А так как каждый человек выигрывает как потребитель, люди покупают чем дальше, тем больше. Нет никаких плат за систему, за сайт, за приложение. И за все новшества, которые компания вводит, за все инструменты, которые разрабатывают, не надо платить ни за что. Все для партнеров Atomi предоставляется в открытом доступе и бесплатно. Все обучающие ресурсы, весь контент. Вы работаете на ваше здоровье. Единый глобальный сервер. Это тоже суперфункция, суперфича в нашей компании. То, что мы реализованы через единый глобальный сервер. Что это значит? Мы все в одной структуре. Неважно, в какой стране находитесь вы, в какой стране находятся ваши партнеры, мы все относимся к одной структуре. И живя в одной стране, вы можете работать по всему миру, не выходя из вашей комнаты. Все, что вам нужно, это доступ в интернет и регистрация в Atomi. То есть вы можете регистрировать потребителей и ваших партнеров по всему миру, строить таким образом глобальный бизнес без вложений. И здесь возможен только рост. За два с лишним года мы убедились, что здесь нет никаких подводных камней, стресса, не нужно ничего подтверждать, работайте свое удовольствие. Но важно понимать, что Atomi – это бизнес. Если вы строите бизнес в Atomi, важно понимать, что это бизнес человеческих отношений. То, что здесь вам нужно ладить с людьми, ладить с вашими партнерами хотя бы. Но это несложно делать, если вы будете желать им добра и стараться всячески им помогать. Если вы будете проявлять заботу о партнерах, то, как правило, партнеры будут встречать вам взаимностью. Что касается именно со стороны компании, то действительно никаких подводных камней нет. Компания ни к чему вас не принуждает, ничего не заставляет. Очень лояльные условия. И я очень люблю свободу, поэтому очень люблю этот аспект в компании. То, что никто мне не говорит, как строить бизнес, как работать. Мы сами решаем, что мы будем делать, когда мы будем делать и как мы будем делать. Так, по поводу идеального бизнеса будущего. Смотрите, мы эти пункты еще более подробно рассмотрим после выступления Натальи. Пока я их просто перечислю. Почему же это идеальный бизнес для будущего? Потому что здесь возможности для каждого, нет необходимости во вложениях, глобальность, то есть, пожалуйста, глобальный бизнес на блюдечке. Возможен только рост. Это интернет-платформа, то есть, это суперактуально, так как все развивается через интернет. Здесь мы строим себе резидуальный доход, то есть, пассивный доход, который растет со временем. Здесь огромные перспективы, и можно все это дело еще в наследство передать. То есть, одни плюсы. С каких сторон не посмотреть, в Атоме мы находим только плюсы. Если вы нашли какой-то минус в Атоме, скорее всего, он связан с недопониманием какой-то темы. Потому что на собственном примере я могу так утверждать. В самом начале, когда я познакомился с компанией, я выделил для себя несколько минусов, но все они были основаны на том, что я чего-то не знал о компании, о бизнесе, о ситуации в мире. Поэтому, если вы найдете какой-то минус для себя, мой вам совет, дорогие слушатели, обязательно с этим минусом обратитесь к вашему спонсору. Скажите, вот, мне в Атоме не нравится вот это, вот это. И, скорее всего, спонсор может вам дать более подробную информацию и дать больше понимания. Так, поехали дальше. В Атоме существует прекрасный девиз, в котором заключается ключ к успеху. Это заботиться о душе, потому что душа – это самое ценное, что есть в принципе в мире, и мы ни в коем случае не должны никого использовать. Когда к нам приходят партнеры, хотят с нами работать, в первую очередь нам всегда нужно думать о них, заботиться о них, сделать все возможное, чтобы они смогли добиться успеха. Ни в коем случае не выдумываться о собственной выгоде или эксплуатации. Второе – создавать видение. Что такое видение? Это представление чего-то, чего еще нет. То есть это олицетворение какого-то будущего, желания, мечты. Это видение чего-то, к чему можно прийти. То есть это возможное будущее. Следовать вере. Потому что без веры невозможно добиться практически никаких результатов. Сначала появляется видение, и потом благодаря вере мы приходим к результатам. И служить смирением. Не доткноваться, помогать ближнему и вносить свой вклад в общество. Атоме с самого начала, с самого первого дня основания преследует помощь, свой социальный вклад в общество. И с первого года существования, даже когда не было ни офиса, ни сайта, практически ничего не было, было только два продукта, компания все равно занималась благотворительностью. На фото представлен председатель компании, Chairman, председатель по-русски. Вот первого года, он с первого месяца существования компании, он вносил вклад в общество. То есть, занимался пожертвованием. И в первый год он обратился в один интернат, сказал, что он может пожертвовать, я не помню точно сколько, но несколько сотен долларов, 300-400 долларов. Потому что больше не может. Поможет ли это как-нибудь? На что ответили, конечно, поможет. Это позволит накормить фактически несколько сотен детей. И с тех пор Атоми продолжает заниматься благотворительностью. Я вот сегодня поискал данные, возможно, они будут вам интересны. Это пожертвования за 2020 год. Я уверен, что это не все суммы, но это то, что я смог найти. То есть, это минимум, сколько компания пожертвовала в каждой стране. Я вот пять стран вам представляю. В Индии было пожертвовано 200 тысяч долларов, в Китае 400 тысяч долларов, в России 30 тысяч долларов, а в Камбодже полмиллиона долларов. То есть, тут, видите, нет такой прямой зависимости от числа населения, от экономической стабильности. Как бы, Камбоджа может быть не то, чтобы больше нуждалась, но я думаю, многие знают, что Камбоджа очень бедная страна, и компания всегда старается помочь Камбодже. И в Корее было пожертвовано 5 миллионов 610 тысяч долларов. Минимум. Повторюсь, это та официальная информация, которую я смог сегодня найти. Вполне возможно, гораздо больше было пожертвовано. Вот, помимо этого, не только сама компания, но и партнеры Atomi жертвуют деньги. На этом фото представлен 5-й Imperial Master. Она весь свой бонус, который получила за закрытие Imperial Master, это 1 миллиард вон, что составляет примерно 880 тысяч долларов, пожертвовала деткам. И это не первое ее пожертвование было, я сегодня поизучал немножко ее историю, когда на протяжении всей карьеры в Atomi она занималась пожертвованиями. В госпиталь, в один определенный госпиталь ежемесячно тысячу долларов выделяет, на различные нужды тоже детям выделяет ежемесячно определенные суммы. В госпитале в благодарность за вот эти ежемесячные пожертвования, там даже на стене написали они Atomi. очень много фактов интересных об этой женщине и она говорит то, что не чувствует то, что вот эти деньги, которые она получает, то, что действительно она заработала. Она читает это даром, это больше даром, и у нее такой девиз есть, я получила это бесплатно, и поэтому делюсь этим бесплатно. Вот ее показывали даже по национальному телевидению в Корее, потому что редко такое бывает, что кто-то особенно еще сетевой компанией жертвовал свой доход, еще ни много, ни мало, 900 тысяч долларов. Есть к чему стремиться. И краткая история компании. Пробежимся по краткой истории. Основатель компании, председатель по Кангильд основал компанию в июне 2009 года. На тот момент у основателя был опыт, был багаж, как удачный, так и не очень удачный, как волнообразный. В сетевой компании он добивался максимального результата, но его гложил тот факт, что он зарабатывает, его люди зарабатывать не могут. Он пытался открыть также еще проект imkorean.com. Это был интернет-магазин по типу Alibaba, но это было в начале в конце 90-х, по-моему, и тогда этот проект обанкротился. То есть он не выжил, не нашлись инвесторы, это было не так актуально. То есть интернет-шоппинг был не такой популярный тогда. Исходя из всего этого, он применил весь этот багаж и знания, и те знакомства, связи, которые у него были, чтобы создать компанию Atomi, чтобы это была идеальная сетевая компания, та сетевая компания, о которой пишут в книгах. Кстати, интересный факт, что он не просто так создал эту компанию. Изучая биографию Пакангиле на курсах корейского языка от наших спонсоров, мы услышали такую интересную историю с биографией Пакангиле. То, что в 2008, примерно тогда, точно дату не помню, у него было критическое состояние по здоровью, и он был фактически при смерти. И он молился, Пакангиле, он глубоко верующий человек, он молился Богу, что если он выживет, если Бог его спасет, то он посвятит всю свою жизнь помощи людям. И как раз тогда он познакомился с Химохимом, который тогда стоил гораздо больше, чем он стоит сейчас, и Химохим поднял его на ноги. И именно с этого продукта родилась компания. На тот момент на старт компании было только два продукта. Это Химохим и шестиступенчатая линейка по уходу за кожей. Вот. В 2020 году, если я не ошибаюсь, или в 2019 году Пахангиль получил докторскую степень. Кстати, я не помню точно, по-моему, в экономике и менеджменте. И на сегодняшний день он один из самых ярких фигур вообще в индустрии Кореи и уже в принципе во всем мире признают достижения Пахангиля и достижения Атоми. Потому что он создал уникальную компанию, которая отличается по своим принципам от всех остальных. Принцип абсолютное цена и качество это нечто новое. И когда у него была эта идея, следующий человек, на тот момент он был руководителем исследовательского центра в Колморе БНХ, сказал, что идея странная немножко, почему хорошая продукция должна стоить дешево, как ты тогда будешь зарабатывать. Хорошая продукция должна стоить дорого, и тогда с каждой продажи ты будешь зарабатывать. Но идея была в чем? То, что не было желания заработать с каждой продажи. Было желание предоставить качественную продукцию каждому человеку по всему миру. И если получится предоставить продукцию, которая очень высокого качества, и при этом дешевле, чем все остальное, что есть на рынке, то люди сами придут, сами будут приходить, и сами будут покупать. И у Пакангиля было видение, что это успешная модель бизнеса, что тогда мы будем золотой игрок на рынке, и никто нам не конкурент. Но через года, через 11 лет мы видим, насколько это видение было правильным. Еще раз про Colmar B&H. Colmar B&H это корейская ветка, это коалиция исследовательских центров, где разрабатывается продукция и производится впоследствии в корпорации Colmar. Коропорация Colmar одна из самых огромных в мире, и на заводах, фабриках Colmar производится продукция от следующих брендов, Chanel, Lancome, Chiseido. Я думаю, многие из этих брендов вам знакомы. Вот большая львиная доля продукции нашей производится тоже на заводе Colmar, который разрабатывается в исследовательском институте Colmar B&H. В Colmar B&H есть специальное подразделение, раньше это носило название отдельное, Sunbiotech, но сейчас это исследовательский центр, который существует при Colmar, где как раз таки производят и разрабатывают нашу продукцию. Но вначале основной вклад в нашу продукцию внес CERI, это Корейский институт атомной энергетики, где как раз таки и был разработан HimoHim. Перед вами доктор Бюн-Мюн-Ву, или Уу-Мюн-Ву-Бюн-Ву, правильно, наверное, будет произношение его имени. очень высокая фигура вообще на глобальном масштабе науки. Он тогда был руководителем исследовательского института в КЭРИ, в Корейском институте атомной энергетики. А Корейский институт атомной энергетики это исследовательский институт номер один в Южной Корее. И я вот слышал от партнеров такую информацию, что во всем мире он занимает второе место по своей значимости и мощи после НАСА. Вот как раз таки доктор Мюн-Ву он также был профессором в НАСА. То есть он работал и там. У него большое количество наград, диссертаций, признаний во всем мире. Его признавали одним из лучших профессоров и человеком науки во всем мире на протяжении нескольких лет. Так вот, он непосредственно руководил исследованиями, которые родили, можно сказать, дали нашему миру такие два замечательных продукта, как Химохим и шестиступенчатая линейка по уходу за кожей. Это два продукта, с которых началась компания. И краткая история еще раз. В 2009 году запуск компании, на тот момент было всего два продукта и идея. Не было финансирования, не было сайта, не было ничего. Председатель ездил по стране на своей маленькой машинке с ноутбуком и производил первые регистрации. Рост и развитие. С 2009 до 2015 года компания завоевала любовь потребителей по всему миру и было открыто пять зарубежных филиалов. Первый филиал в 2010 году сразу был открыт в США. В США не так просто открыть филиал, но благодаря тому, что наша продукция производилась и производится на заводе Колмор, у которой есть все необходимые международные сертификаты для работы по всему миру, поэтому в 2010 году, не думая, сразу выходим на США. С 2015 до 2018 года глобальное признание по всему миру, мы достигаем товарооборота более 1 миллиарда долларов и открыто уже 13 филиалов по всему миру. И на сегодняшний день 19 филиалов открыто уже, 6-7 планируется открыть в этом году и построены планы на 100 лет вперед. Это действительно так, это не просто слова, и давайте чуть подробнее об этих планах мы поговорим. Планы развития. В 2021 году, как я говорил, планируется 6-7-8 стран открыть. И вот Турцию планируют открыть уже в апреле, немножко повторимся, Бразилию планируется открыть в этом году, также Великобритания в мае, запланировано открытие, Казахстан июнь, Новая Зеландия вот уже в марте, через пару дней, через 4 дня открывается Новая Зеландия. Помимо этого открывается еще Кыргызстан, возможно Франция или Германия одна из этих двух стран, может быть и две страны, если успеют. Во многом все зависит от глобальной ситуации в мире и от ситуации в каждой стране по карантину, потому что ситуация с ковидом, она осложняет процессы открытия страны. 47 стран на сегодняшний день на предстарте. Что значит предстарт? 47 стран мира могут регистрироваться в компании и строить структуру. В принципе уже могут строить бизнес, зарабатывать пока они не могут, но могут строить бизнес. И предстарт это такое естественное состояние, на котором находятся страны перед открытием. В частности Россия на предстарте была 2,5 года, Индия около 3 лет. Некоторые страны не могут открыть предстарт по разным причинам, и сразу открываются представительства, и сразу открываются регистрации. Но большинство стран, по-моему, практически все страны были на предстарте какое-то время. И практически у всех стран на этом предстарте равные шансы открыться быстрее остальных. Какие страны будут открываться? Те страны, в которых будет больше регистраций, и которые будут больше заказывать продукцию? Таким образом страны на предстарте могут заказывать продукцию, если в их стране еще компания не открыта, еще не работает интернет-магазин? Здесь два ответа. Первый ответ – можно отправлять продукцию из других стран, где компания уже открыта. Ваши спонсоры могут позаботиться об этом, если это возможно и целесообразно. Есть некоторые страны, как исключение, в которые сложно отправить продукцию. В частности, в Турцию отправить продукцию практически невозможно, только если с кем-то передавать и в очень небольших количествах. Также есть такие страны, которые зарабатывать не могут и нет предстарта, но они все равно активно работают. В частности, Эмираты. Эмиратов и Израиля нет на предстарте, уже есть партнеры в этих странах, которые прикладывают большие усилия, чтобы эти страны тоже внесли список предстарта. Еще раз, что можно делать на предстарте? Зарегистрироваться, накапливать личные баллы, строить структуру и возможность занять лидирующую позицию в этой стране. Естественно, кто работает на предстарте, когда страна откроется, он будет впереди тех людей, кто на предстарте не работал. Поэтому это отличная возможность для многих стать лидером в этой стране. Помимо этого, в Корее в 2019 года развивается проект Азамол. Если на сайте компании Атоми представлено 400 товаров плюс-минус, то на Азамоле десятки, сотни тысяч товаров и различных услуг планируется представить. На сегодняшний день там десятки тысяч товаров уже есть. Очень много интересных предложений и интересные услуги. В будущем планируется создать глобальную платформу, где можно будет действительно купить все. Почему Азамол? От А до З, от А до Я. Найти можно все. И услуги парикмахерских, ресторанов, заправки, страхования, путешествия, все что угодно, и любые товары от глобальных брендов. Тут уже представлены очень многие корейские бренды. Больше всего корейских брендов на сегодня, но также международные бренды. В частности, мы когда просматривали, думали возможность что-то купить, видели там такие интересные вещи, как пуховик от Рибака за 40 долларов, например. Специальное предложение было. Ну, навряд ли мы у себя где-то в городе можем найти брендовый пуховик от Рибака за 40 долларов. Это простой пример. Ладно. Про Азамол пока много сказать не можем, потому что он доступен пока только в Корее, но мы ждем глобального расширения. Я думаю, через несколько лет у партнеров по всему миру возможно появится возможность покупать Сазамума. И за это получать тоже баллы, участвовать в маркетинг-плане и зарабатывать денежку. Новые фишки, которые запланированы на 2021 год, которые были объявлены в начале этого года на семинаре. авигейшн-шоу это шоу от слова навигация. Это, я так понимаю, специально будет развлекательное информативное шоу для новичков, в которых будут знакомить компании. Очень ждем. Пока сложно себе представить, что там будет конкретно, но мы знаем, кто будет ведущий и ждем. Онлайн-тур. До пандемии компания каждый месяц приглашала участников с нескольких стран в так называемый тур успеха, куда могли поехать партнеры Atomic, кто как-то отличился за последние несколько месяцев. Эти туры успеха оплачивали полностью все расходы, которые были в Корее, но людям нужно было самим покупать билеты. С 2020 года все туры успеха отменились из-за пандемии и пока неизвестно, будут ли они в будущем, но в этом году их точно не будет. В 2020 все отменились и в 2021 все отменились. Но компания хочет создать такой онлайн-тур, чтобы любой человек, сидя из дома, благодаря интернету, мог бы пройтись по интересным местам, по офису Atomic, по штаб-квартире, по заводам и увидеть своими глазами через 3D-модели все, как происходит, все, как выглядит. То есть побывать там виртуально, через интернет. Следующее, что планирует компания в этом году, это открытие глобальной страницы образовательного центра. То есть это, как я понимаю, будет глобальная страница, на которой можно будет получить информацию. Пока полного представления нет, что там будет конкретно, но там будет что-то интересное и полезное. И самое главное, что мы ждем в ближайшее время, это открытие глобального шоппинг-мола. Что это значит? Это значит, что будет некий глобальный шоппинг-мол, в котором люди смогут со всего мира совершать покупки и получать за это баллы, что суперздорово. Если сейчас мы отправляем посылки по всему миру своими силами, затрачивая на это очень много времени, сил и денег, то все это будет скоро реализовано через саму компанию. Как это будет реализовано, мы пока не знаем. Сколько будет стоить доставка, какие будут перевозчики, мы не знаем. Но знаем, что это есть в планах, и это суперкруто. Потому что это будет онлайн уже платформа, где любой человек зайдет и сам для себя сможет что-то купить. Это многим поможет также строить бизнес. Потому что многие люди не совсем комфортно себя чувствуют, чтобы давать какие-то свои личные данные и платить еще за продукцию наперед. А здесь заплатили в компанию без посредников и получили себе домой свой заказ. Другой вопрос, что, скорее всего, большие заказы там не получится делать, иначе будут вопросы на таможне. Но для личного пользования в рамках законов страны, из которой делается заказ, можно будет совершать покупки самостоятельно. Это суперкруто. Также в этом году планируется запуск персональной платформы, на которую делается акцент уже последние полгода. Это ноу-хау от компании запатентованное. Это суперкрутой мощный инструмент для развития бизнеса. И здесь мы действительно уже отходим от классического представления сетевого бизнеса и приближаемся именно к бизнесу платформ. Это такое актуальное ноу-хау в мире, потому что у каждого человека, у каждого партнера Атоми будет собственная платформа. Что значит платформа? Будет приложение, в котором вы сможете настроить, как будет выглядеть магазин. Этот магазин будет интегрироваться с вашими личными данными, и это будет некая внутренняя социальная сеть. Лично я вижу это как симбиоз Инстаграма и Амазона. Представьте себе то, что эти вещи совмещают друг с другом, и у вас будет удобное приложение, где люди могут и с вами общаться, и знакомиться, и совершать покупки, проходить регистрацию, и все прочее, что нужно для работы. Это супер-классно, и каждый может настроить себе такой магазин, который хочет. Пока тоже нет общей картины, как все это будет выглядеть, но мы все очень этого ждем. В этом году все это дело уже запустится. И вот эти технологии, которые Atomi открывают, они все патентуются. Помимо этого есть еще много фишек, которые я не озвучил. В частности, компания применяет виртуальную реальность очень активно, дополненную реальность, чтобы можно было примерять вещи через виртуальную среду. То есть, совершая покупки на том же Азамоле, можно будет примерить обувь, посмотреть, как она вообще подходит по размеру, подходит, не подходит, примерить куртку, посмотреть, как она смотрится с каким-то ремнем. Ну и прочее. Так, теперь давайте вкратце поговорим о достижениях компании. Чего компания добилась за годы своего существования. Так, это один из моих любимых графиков, потому что он действительно символизирует росте компании. Это яркая голубая линия, которая стремляется к небесам. Это рост числа партнеров компании с 2009 по 2017 год. Этот рост продолжается, у меня просто более свежего графика нет, но этот рост продолжается. Здесь рост указан в единицах измерениях 10 тысяч. Здесь 3 миллиона получается партнеров Атоми. Это в Корее. На сегодняшний день в компании 15 миллионов партнеров. И другие сетевые компании, которые самые популярные в Корее, если обратите внимание, у них практически нет такого роста. Это не потому, что туда новые люди не приходят. Новые люди приходят в осетевые компании. Просто очень много людей уходит. У нас же большая часть людей, которые приходят, они здесь остаются, потому что нет смысла уходить. Никто тебя не заставляет ничего делать. Даже если ты ничего не делаешь, сиди себе спокойно. Здесь рост товарооборота в Корее и по всему миру с 2009 года по 2018. И здесь более свежие данные с 2011 по 2021. Как товарооборот растет? Товарооборот растет всегда, постоянно. О росте товарооборота мы еще отдельно поговорим. И здесь рост товарооборота за 4 года в таком, может быть, более наглядном примере. Вот смотрите, в 2017 году у нас прошла глобальная экспансия, начали открываться филиалы в разных частях мира, и товарооборот был 900 миллионов долларов. В 2018 году мы вошли в рейтинг топ DSN на 20-ую строчку с товарооборотом 1,1 миллиард долларов, и в 2019 уже 1,3 миллиарда долларов. А в 2020, то есть по итогам 2020 года, они еще не опубликованы, но я уже заявляю, что мы на восьмом месте. И рост товарооборота за один год составил 35%, более 35%, что очень крутое достижение. Когда компания уже сгенерировала товарооборот более миллиарда долларов, Пак Ангиль попал на обложку журнала Forbes Кореи, то что менее чем за 10 лет он создал компанию с товарооборотом в 1 миллиард долларов. Это суперкруто. Вот здесь мы вошли на 20-ую строчку, в 2020 году по итогам 2019 года мы вошли на 11-ую строчку, на 11-е место, вот с товарооборотом 1,3 миллиарда долларов. И 1,73 миллиарда долларов это товарооборот за 2020 год. И по итогам этого года мы должны встать на 8-ую строчку. Награды, которые компания получила, их очень много, здесь 4 я только выделяю, это замечательный налогоплательщик, потому что Атоми работает только в рамках закона, никаких дополнительных схем, вывод денег через кого-то, кто знаком с различной сетевым компанией, поймет о чем я говорю, деньги люди могут получать только в рамках законов каждой страны. То есть мы про налоги, налоги платить это классно, потому что налог мы платим с чего? С прибыли, с чистой прибыли, которую мы получаем. Чем больше мы платим налог, тем больше у нас прибыль. Ну и наоборот, чем больше прибыль, тем больше налог. Атоми, самая клиент-ориентированная компания в Южной Корее, это обусловлено тем, что она самый маленький процент возврата. В Корее вообще потребитель очень капризный и там практически любой потребитель может вернуть купленную продукцию и получить обратно деньги. Так вот, в Атоме тоже это реализовано, причем продукцию можно вернуть уже и попользованную, компания практически всегда деньги возвращает, даже если на донышке шампунь остался. так мало кто делает в Корее, потому что корейцы очень хорошо работают правила и большинство корейцев привыкли следовать этим правилам. Но тем не менее, если кому-то продукция не понравилась, они обязательно ее возвратят. При этом процент возврата в Атоме самый маленький на рынке. Какие-то сотые доли процента или десятые доли процента, в общем, очень мало. Далее, орден за вклад в экономику страны от главы государства, от президента Южной Кореи. Компания получила такой орден и по сегодняшний день это единственный случай, когда какая-то сетевая компания вообще получает награду от президента, от первого лица государства. И в 2020 году мы получили также награду Brand Tower Awards. Экспорт составил более 600 миллионов долларов. Это тоже суперкруто. Также в прошлом году Атоме получила такую интересную награду The Great Place to Work. То есть замечательное место работать. Компания вошла в топ-100 компаний, в которых классно работать. Но здесь имеется в виду именно быть сотрудником Атоме. По всему миру существует 18-19 филиалов и в общей сложности около 650 сотрудников в компании. То есть не так много. Сотрудников не так много, потому что сотрудники получают хорошую зарплату и при этом хорошо работают. так что классно работать в Атоме. Но быть партнером Атоме еще лучше. Потому что работать в компании это хорошо, но быть партнером, дистрибьютором можно заработать гораздо больше. И давайте еще раз пройдемся. Я завершаю свою первую часть знакомства с компанией. Атоме это MLM компания номер 8 по итогам 2020 года. это глобальный распределительный центр, это интернет-магазин суперклассных товаров по суперклассным ценам, и это идеальный бизнес будущего. Вот. Это вкратце знакомство с компанией. Субтитры создавал DimaTorzok